Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем с вами изучение части речи, глагол. Тема нашего сегодняшнего урока – наклонение глагола. Условное наклонение. Сегодня на уроке мы продолжим изучение грамматической категории глагола наклонения. Познакомимся с условным наклонением, научимся правильно употреблять глаголы условного наклонения. На предыдущих уроках мы с вами познакомились с тремя наклонениями глагола. Давайте их вспомним – условное, изъявительное и повелительное. Глаголы в форме изъявительного наклонения обозначают реальные действия. Действия происходили, происходят, либо будут происходить. Бывают в форме прошедшего, настоящего, либо будущего времени. Ребята, сегодня нет ни одного человека, ни взрослого, ни ребенка, который не мечтал бы сделать что-нибудь при определенных условиях. Героини сказки Александра Сергеевича Пушкина, сказка о Салтане, тоже мечтали о разном. Давайте посмотрим, о чем же они мечтали. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица», – говорит одна девица, – «то на весь крещенский мир приготовила б я пир». «Кабы я была царица», – говорит ее сестрица, – «то на весь бы мир одна надкала б я полотна». «Кабы я была царица», – третья молвила сестрица, – «я б для батюшки царя родила богатыря». Ребята, давайте подумаем вместе. Какое действие, реальное или нереальное, а только возможное при определенных условиях, обозначает глаголы в пушкинских героинах? «Приготовила бы», «наткала бы», «родила бы». Конечно, возможное при условии «кабы я была царицей». Посмотрите еще раз на фрагменты. Не все слова могут быть поняты современному читателю. «Кабы» – «если», – «кабы была царицей», – «если была царицей». «Пряля» – от слова «прясть», скручивая волокна, превращать их в нити. «Наткала бы» – от слова «ткать», – то есть изготавливать путем плотного соединения накрыст переплетенных нитей, расположенных двумя рядами, продольными и поперечными. Все пушкинские героини могли бы осуществить свои мечты, если бы было бы выполнено одно условие – «быть царицей». Значит, глаголы «приготовила бы», «наткала бы», «родила бы» употреблены в условном наклонении. Откройте, пожалуйста, ребята, ваши учебники на странице 221. Давайте ознакомимся с правилами. Глаголы в форме условного, сослагательного наклонения обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях. «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Попробуем доказать, что в этом предложении использовано условное наклонение. По смыслу предложения мы можем определить и сделать вывод, что автор любит лето. Нет, он его не любит, но может его полюбить при каком-то условии, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. К тому же есть формальный признак, который указывает на то, что используется глагол в условном или сослагательном наклонении. Это частица «б» и «б». Как образуются, ребята, глаголы в форме условного наклонения? А теперь прочитаем первую часть правила на странице 221. И обратим внимание, как образуются глаголы в форме условного наклонения. Глаголы в форме условного наклонения образуются от основы неопределенной формы с помощью суффикса «л» реже нулевого суффикса и вспомогательной частицы «б» и «б». Например, «говорить» – «говорил бы», «писать» – «писал бы», «нести» – «нёс бы». Прочитаем вторую часть правила. Глаголы в форме условного наклонения изменяются по числам и в единственном числе – по родам. Рисовал бы, рисовала бы, рисовало бы, рисовали бы. Поработаем с учебником. Откройте его, пожалуйста, на странице 221, упражнение 477. Выберем глаголы в условном наклонении и определим, в каком роде и числе они употреблены. У вас на это есть 4 минуты. Проверяем. Спело бы, единственное число – женский род, был бы, накосил бы, лёг бы, был бы. Ребята, откройте ваши учебники на 221 странице, упражнение 477. Выберем глаголы в условном наклонении и определим, в каком роде и числе они употреблены. Выполним всё, кроме предложения номер 8. У вас есть 2 минуты. Проверяем. Спело бы, был бы, накосил бы, лёг бы, знал бы, была бы, говорил бы, пошёл бы, позвал бы. Подумайте, почему мы могли определить род у всех глаголов? Конечно же, мы могли определить род у всех глаголов в условном наклонении, потому что они в единственном числе. Во множественном числе, ребята, род определить нельзя. Понаблюдаем, ребята, где находится частица «бы». Перед глаголом, после него. Отделена ли она другими словами от глагола? Мы видим, что частица «бы» может находиться в любой позиции по отношению к глаголу. Это написано в правиле вашего учебника. Особое внимание обращаем на предложение номер 8 из упражнения 477. Я хочу, чтобы песня звучала. Если в предложении есть союз «чтобы», то частица «бы» в форме условного наклонения отсутствует. Частица «бы» как бы слилась с союзом и стала его частью. Итак, ребята, мы сегодня установили, что глаголы в форме условного сослагательного наклонения обозначают действия, желаемые, возможные при определенных условиях. Глаголы в форме условного наклонения образуются от основы неопределенной формы с помощью суффикса «л», реже нулевого суффикса, и вспомогательной частицы «бы» или «б». Глаголы в форме условного наклонения изменяются по числам и в единственном числе – по рода. Если в предложении есть союз «чтобы», то частица «бы» в форме условного наклонения отсутствует. А теперь, ребята, я вам предлагаю послушать песенку и подумать, какие глаголы в условном наклонении используются в ней. Маленький домик, русская печка, полдеревянный, лавка и свечка, котик-мурлыка, муж работящий, вот оно счастье. Ах, если бы мечта сбылась, Какая жизнь, когда бы началась. Я без поддержки как-нибудь сам уж, Лишь бы забаву, выгодно сам уж, Дам ее что бы, полная чаша, Вот оно счастье. Ах, если бы сбылась моя мечта, Какая жизнь настала бы тогда? Ах, если бы мечта была, Ребята, а какая ваша мечта? Пофантазируйте дома и расскажите родителям, что бы вы сделали, если бы вы были волшебниками. На сегодня все. Я желаю вам удачи, ребята. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин